В бюджет Ненецкого округа на минувшей неделе поступило 83 миллиона рублей. В основном это налог на прибыль 28 миллионов, 32 миллиона НДФЛ, 8 миллионов налог на имущество. Между тем израсходовано более 312 миллионов рублей. О финансовой ситуации в регионе на расширенной планерке при губернаторе рассказала руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. С начала текущего года в казну региона поступило 13,6 миллиардов рублей, при годовом плане 16,5 миллиардов, это 82% от запланированных доходов. Израсходовано 12,9 миллиардов, при годовом плане 18,2 или 71%. На сегодняшний день бюджет региона имеет небольшой текущий профицит. На минувшей неделе регион привлек казначейский кредит в размере 490 миллионов рублей. Часть средств в совокупности с поступившими доходы, а это всего 83 миллиона, были распределены между главными распорядителями бюджетных средств, направленные на субсидии и социальные выплаты населению. Бюджетным учреждениям образования и здравоохранения перечислено 104,50 миллионов рублей соответственно. 75,5 миллионов составили социальные выплаты населению. Поддержка юридическим лицам в форме субсидий составила 7 миллионов 400 тысяч рублей. Возмещение коммунальным предприятиям, возмещение процентов по 5-процентной ипотеке, субсидии по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты, также дотации на производство хлеба и субсидии частным дошкольным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность. Также осуществлены расходы бюджетной инвестиции в сумме 3 миллиона 100. Это долевое участие в строительстве жилья и строительство дорог. Перечислены межбюджетные трансферты муниципальным образованием в размере 5 миллионов. В том числе 3,5 миллиона перечислено городу Наринмару на подготовку к осенне-зимнему периоду. 3 миллиона рублей на минувшей неделе из казны регионы были перечислены начинающих предпринимателям, победителям конкурса грандов. Победу в конкурсе одержали 6 бизнесменов. Все шесть проектов будут реализованы в окружной столице. В соответствии с заявками все победители получили гранты в размере от 486 тысяч до 500 тысяч рублей. Объем собственных вложений заявлен от 75 до 789 тысяч рублей. Таким образом, в рамках второго в 2017 году конкурса грантов было разыграно почти 3 миллиона рублей. Соискатели, чьи проекты признаны победителями, вложат развитие бизнеса в совокупности еще 1 миллион 700 тысяч рублей. Планируется, что получатели государственной поддержки создадут не менее 13 новых рабочих мест в городе Наринмаре. Так, впервые в Наринмаре откроется кабинет по насыщению организма человека кислородом и сервисный центр по ремонту коммуникационного оборудования. В сфере АПК поддержку получат одно производство, пункт приема, хранения и реализации рыбы. Еще три проекта, получившие поддержку, связаны с транспортом. Всего для участия в конкурсе грантов обратилось 24 предпринимателя. 16 из них не были допущены к дальнейшему отбору. Основными причинами отказа является наличие задолженности по старым налогам и отсутствие соискателя в едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса. Впрочем, попытать удачу вновь они смогут уже в текущем месяце. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, в октябре будет объявлен еще один конкурс грантов. Но вы, пожалуйста, создайте им максимально комфортные условия, чтобы вот этой бюрократической истории из-за того, что они что-то не вовремя подали, им отказали в поддержке, и у нас было как можно меньше. Я бы с этими людьми, как с шестью предпринимателями, которые выиграли у нас конкурс, хотел бы встретиться лично и пожелать им успехов в этой работе. Потому что такие люди, за ними будущее экономики вокруг. Итоги конкурса грантов на минувшей неделе подвели и в городе. Количество заявок было четыре, так как один из них получил поддержку со стороны округа. По условиям предоставления грантов, соответственно, он был исключен на списках. Рассматривали три заявки, две из них получили поддержку. Один городской бизнес-проект будет реализован в сфере клининговых услуг. Второй – ремонт копировальной техники и сложной бытовой техники. Размер грантов составил 400 тысяч рублей. Всего на поддержку предпринимательства из бюджета округа в 2017 году выделено 9 миллионов рублей. Окружную поддержку получили 15 стартапов на общую сумму 7 миллионов 112 тысяч рублей.